Добрый вечер, дорогие телезрители! Сегодня мы продолжаем рубрику «Святый в сад» и начнем готовить наши гладиолусы к зиме. И в этом нам поможет Ирейда Николаевна. Ирейда Николаевна, расскажите, что именно мы сегодня будем делать? Мы будем готовить гладиолусы для хранения в зиму. Как будут храниться гладиолусы? До весны, до посадки. Зачем гладиолусы нужно именно отдельно готовить к зиме? Есть ли какие-то требования? Да, требования какие? Потому что гладиолусы, они очень заболевают рипсами. Если мы неправильно их выкопали и неправильно будем хранить, то к весне мы посадочный материал не получим. Север, ты мне должна помочь одеть перчатки. Да, одеть перчатки, будешь помогать мне в работе. Я беру ножиком и обрабатываю. Ну, чуть-чуть снимаешь. Вот так вот. Конечно, это желательно весной делать, но я боюсь потерять луковицу. И смотрю, есть ли у меня... Нет. Это хорошая у меня луковица. Видишь, у меня нет. Это просто такое было. То есть можно вот эту часть отрезать? Нет, не отрезать, а просто снять вот этот такой защитный слой и посмотреть. Если она не повреждена, значит, мы ее ложим на хранение. Поэтому, чтобы сохранить луковицу, и она у нас весной зацвела и хорошо сохранилась, мы весной ее будем еще обрабатывать раз. Поэтому мы обработаем сейчас только зеленкой. То есть если мы где-то какой-то участок еще до конца не обработали, и сохранение вот этого трипса, то зеленка его, конечно, ликвидирует. Поэтому вот у нас сухость вот здесь. Ну, да, отлично. Все ложное хранение. Гладиолусы хранятся при температуре не выше 7-8 градусов. Некоторые хранят в холодильнике, и желательно хранить при влажности 70-80%, не больше, чтобы луковицы не усохли, чтобы температура была не больше 8 градусов тепла.